Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители, блогеры. Сегодня 20 июня. Блогеры из Перми, опальный сотрудник КГБ, Советского Союза, Бессонов, Алексей Борисович. Благодарю вас за поддержку канала. Номер счета лежит. И я думаю, что вместе мы будем развивать. Да, вот, друзья мои, меня спрашивают смерть от вируса Игнатьева, экс-губинатора Чуваши. Что это? Обсуждают сегодня на полном серьезе. Что, возможно, это убийство и так далее. Вообще, сама постановка, что обсуждают, серьезно обсуждают такую возможность, она говорит, что что-то не совершенно нормальное в государстве. Но вот может это быть или не может. А вы знаете, я не исключаю совершенно ничего. Почему? Потому что самое страшное для Путина, это, если хотите, восстание внутри его системы управления. А он восстал, когда его уволили. Он бывший работник прокуратуры. Его уволили, помните, он там этими поиграл ключами. Ну, в принципе, это неформально, это не увольнение. Ну, конечно, надо было поставить на вид, и, наверное, это некрасиво. Но ничего такого нет. Я не думаю, что тут, так сказать, какой-то уж поступок, который, что там. Ну, дело же не в этом. Он пошел в суд обжаловать свое увольнение и так далее. И, возможно, говорят, что это связано, что Путин выстраивает вертикаль абсолютного, бесспорного подчинения себе и только себе. Поэтому и назначение молодых мальчиков губернаторами – это все из той же песни. То есть он боится, что если будут кто-то более Айшаева, которого, помните, обвинили в хищении пяти миллионов, уверяю, он там миллиардами ворует, и для него пять миллионов. То есть понятно, что это заказы политические, и сегодня уголовного права как института вообще в государстве не существует, поэтому, как бы, ну, исключать нельзя. И, ну, понимаете, когда человек бесконтролен, он может делать все, что хочет, ну, что, даже его окружение. Вот говорят, что Немцова убивали не потому, что просил Путин, просто он высказал свое мнение где-то недовольное. И окружение Халуи его, что называется, щелкнули каблуками и побежали исполнять. И говорят, что он, Путин был взбешен, потому что он совершенно не хотел, он высказал. То же самое и здесь. Может быть, он где-то сказал, что-то не так ляпнул. И, так сказать, его, так сказать, подчиненные прекрасно понимают, что их будущее, все зависит только от него. Они тут же побежали исполнять, как он понимает. Такой вариант нельзя сказать. А по методике, кто это сделал, ФСБ, нет, вы знаете, ФСБ этим, там некому это поручать. Личный состав, он совершенно не запрещал. Я же вам говорил, что Басаева уже уничтожала не ФСБ, а службу безопасности банка. Сейчас, фактически, такая сложилась ситуация. Ну, в провинции тут вообще ничего не понимают и не знают. А в Москве, что фактически ФСБ негласно курирует Сечин. Да, и вот все эти подразделения, все, они на него заведованы. И в его структурах там фактически создана параллельная система. Там есть, в том числе, и лаборатория. Вот на Вернадского была эта лаборатория спецсредств, которая изготавляла все эти тайные оружия. Об этом пишут уже я. Тайных больших не выдам. Тайные яды там изготавляла. Пистолеты всякие закрытые при помощи, когда там открывали портсигар, там с пуля вылетала. Ну, то есть, на Вернадского это института была спецтехники КГБ. Сейчас там это не делают. Это сейчас перекочевали структуры в подразделения Сечина. Он там платит деньги. Там специалисты в области ядов, там у него есть. И я вам хочу сказать больше, что на самом деле, вот после того, как КГБ развалили, вот этот рынок услуг ядов, он перекочевался в Москву. Да, то есть, и фактически сегодня огромное количество специалистов, то есть, из КГБ, которые убежали, которых эти структуры переманивают. И там они, ну, а если его отравили, то там, собственно, яд-то очень несложный. Ну, просто за темедренного действия. А потом заставили написать там, если это как вариант, я говорю, что от коронавируса и так далее. Такой вариант тоже нельзя не исключить. Но у нас нет независимой ни экспертизы, ни судебной, ни прокурорской, ни парламентского контроля. Поэтому все может быть все что угодно. И я вот хочу обратиться к господам из ФСБ, к руководству. А, кстати, многие из них приходили, и там есть генералы из Роснано, из бизнеса приходили, из сеченских структур стали сегодня руководителем подразделения ФСБ. Господа руководства ФСБ, мы еще тут делали 056612. Не забыли, когда вы при помощи бандитов выселяли, помните? Девочку инвалидом оставили. И когда я написал заявление, у меня психушку посадили. Вот сегодня вы Быкова посадили, справедливо, наверное, ему предъявили обвинение в убийство двух и более лиц. 78-я, там совершенно другой срок должности. То же самое и вы, когда власть поменяется, я этот вопрос поставлю, и мы все эти вопросы будем расследовать. Мы не допустим превращение страны, ее правовой системы в уголовную клавку, когда вы при помощи ядов, бандитов решаете все свои вопросы. Вы герои сейчас, понятно, потому что вас никто не контролирует. Но как только у вас поменяется, господа из руководства ФСБ, многие на пенсии сейчас, генерал уже. Я вас и в том человеке Зубченко обращаюсь. Все, все, следующий, у вас ко мне подсудимых. Вы совершенно не будете жить спокойно. Мы вас на законных основаниях найдем везде и посадим москвами подсудимых. Поэтому вы даже не думайте, так сказать, и так далее. Ну, те структуры Сечина, которые там занимаются и создали, так сказать, ну, в 90-е годы, когда банки создавали эти службы безопасности, где все это было, и прослушка, и яды лаборатории. То есть, каждая банковская группа, вот у нас их там 9 насчитывалось, она имела свою службу, где наши сотрудники и сотрудники работают. Поэтому вернемся к этому, впереди процессы. Не случайно я говорил, что будет национальный Бюрюнберг и все эти вещи. Потому что вы превратили страну в гологоловную клоаку. Понимаете, нам надо все выгребать. 90% убийств заказных, смертей странных до сих пор не расследовано, потому что, что называется, уши торчат и нити ведут к самому верху. И каждый отдел в администрации президента в 90-е годы имел свою преступную группировку, которая решала просто приватизацию при помощи вот и так далее. Это все будем скрывать, и всю эту элиту, я думаю, что ждет скамья подсудимых. Поэтому улыбайтесь, весело, я понимаю вам. От безнаказанности вы сошли с ума, все удалось, вы герои там, психушки, пули, все. Вот я пострадал тогда, девочка, но мы все вернемся, и будет, и так далее, и мы вопросы эти будем отвечать, потому что люди должны жить в рамках правовой системы, писать жалобы и так далее. Но вы сошли с ума и страну превратили в уголовную клоаку. Спасибо, ваш Бесфор Васильевич.